Ну, ты знаешь, возрождение вообще спорта, я, честно говоря, я бы очень хотел бы, чтобы мы все-таки наконец-то оставили спортсменов подальше от политики, во всех смыслах этого слова. Безусловно, их надо чествовать, но в моем понимании слишком много стало политики в спорте. В моем понимании надо делать не спорт больших достижений в виде тех же не к ночи помянутых олимпиад, чемпионатов и всего остального, а надо делать бесплатные спортивные школы для, что называется, подрастающих поколений, для детей. Потому что это, на мой взгляд, упущено напрочь. Бесплатных кружков, секций, которых я занимался в детстве, и, собственно говоря, на мой взгляд, слава советского спорта, это обычная, как это ни покажется, воронка продаж, как это я своим экономическим сухим языком. Чем больше мы в эту воронку продаж запускаем детишек, кто-то из них достанет очень небольшое количество, дойдет до спорта больших достижений. Поэтому сейчас объем средств, которые тратятся типа совсем на спорт, это тратится в первую очередь на спорт высоких достижений, и очень незначительная часть перепадает, я бы сказал, любительскому спорту. В моем понимании пропорции должны быть диаметрально противоположны. Спорт больших достижений – это должен быть спорт больших корпораций, но никак не бюджета. А бюджет должен заниматься спортом вот таких детишек.